Привет, друзья! Сегодня мы продолжим с вами выполнять упражнения, посвященные произношению. И сегодня упражнение будет посвящено окончанию прошедшего времени ED. Как вы знаете, оно читается тремя способами, как T, как ID и как D. Все зависит от того, на какой звук заканчивается глагол. Допустим, если глагол у нас заканчивается, в прошедшее время, да, заканчивается на K, P, S, SH, F, то мы произносим как T, допустим, worked. Если у нас глагол заканчивается на звуки T, либо D, то произносится ID. На самом деле, вы сами поймете, когда произнести необходимо ID, потому что это просто удобно, иначе очень сложно произнести глагол. В остальных случаях у нас будет произношение D, то есть ID окончание будет звучать как D, planned, допустим, да, глагол. Ну, собственно, вот оно, небольшое правило, а сейчас мы перейдем к выполнению задания. То есть, просто произнесем все наши глаголы так, как они должны произноситься в соответствии с этим простым правилом. Итак, первый глагол, brushed, видим SH, brush, заканчивается на шипящую, brushed, значит, здесь у нас будет звук T, brushed, helped, опять P, глагол help, заканчивается на P, значит, окончание прошедшего времени будет считаться как T, helped, помогал, helped, helped. Handed, hand, вручать, заканчивается на D, поэтому окончание читаем как handed, вручал, handed, handed, mended, то же самое, ремонтировал, mended, mended, exercised, здесь у нас читается как D, то есть во всех остальных случаях, потому что они не заканчиваются ни на глухую, ни на D, ни на T, поэтому exercised. Дальше упражнялся, следующий глагол, cried, плакал, cried, то же самое, звучит в окончании прошедшего времени как D, cooked, cooked, заканчивается на глухую гласную, поэтому читается как T, cooked, cooked, judged, здесь у нас D, судил, judged, listened, listened, тоже слушал. Слушал, окончание читается как D, listened, coughed, кашлял, coughed, так, у нас здесь T, да, coughed, потому что это F, как глух, coughed. Regarded, заканчивается regard, относиться, да, оканчивается на D, поэтому звучит окончание прошедшего времени как ED, regarded. Заканчивается на T глагол, сейчас, в прошедшее время звучит, как видите, здесь сложно произнести по-другому, rented, да, или rented, ну, то есть, либо удваиваться 2T, либо 2D, то есть, невозможно произнести практически по-другому, поэтому окончание ED, оно произносится само собой, rented, по-другому просто невозможно произнести, rented, брал в прокат, да, missed, пропустил, здесь у нас было звучание T, missed, потому что глагол заканчивается на S, missed, played, произношение D в данном случае, painted, опять, глагол paint, красить, оканчивается на T звук, paint, соответственно, в прошедшее время читаем как painted, painted, красил, painted, past, тут у нас будет T звучание, past, talked, заканчивается на глухую, согласно K, поэтому в прошедшее время читается как T, talked, разговаривал, waited, заканчивается на T, waited, wanted, окончание читается как id, waited, poured, лил, poured, здесь у нас D, poured, studied, study, изучается, studied, здесь у нас добавляется чисто D, study, плюс D, studied, wanted, опять, здесь глагол заканчивается на T, поэтому читается wanted, walked, walked, гулял ходил, да, walked, здесь у нас букв T, walked, watched, заканчивается на T, watched, опять же, T, watched, toed, тяну, по-моему, toed, D, worked, заканчивается на глухую, OK, worked, окончание звучит как T, worked, ну и последняя точка, needed, опять, заканчивается на D, читается как id, needed, нуждался, clapped, глухая P, clapped, окончание читаем как T, baked, тоже, добавляемся на K, baked, окончание звучит как T, baked, taped, опять, у нас тут T в конце, почему полезны такие упражнения делать, во-первых, я просто заметил, что люди, хорошо знающие грамматику, да, в принципе, разбирающиеся во временах, зачастую делают вот эти простые ошибки, как вот в предыдущем уроке, в произношении окончания S, у существительных множественных числа, то же самое с этими глаголами, прошедшее время, окончание ED, то есть они missed it, читают, или played, painted, ну, painted, ладно, ненормально прочитать, то есть вот такие ошибки, которые просто криво звучат, то есть если вы хотите более близко к оригиналу звучать, вот такое упражнение выполнить, понять, как правильно читается окончание английского языка в прошедшем времени, и это значительно улучшает ваше произношение, то есть восприятие вас со стороны других людей, то есть вас просто, во-первых, начинает понимать, а во-вторых, вы не делаете глупые ошибки, и это очень здорово. Итак, надеюсь, упражнение было полезным, подписывайтесь на канал и задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Субтитры сделал DimaTorzok